Аминь и Аминь! 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 Аминь и Аминь и Аминь! Аминь и Аминь! Аминь и 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 Аминь! Аминь и Аминь! «Блаженные плачущие, ибо они утешены будут». Мы знаем, что Израиль должен быть утешен. Если мы, как верующие, не будем утешать, кто будет утешать? Хамас не будет утешать Израиля. Хезболла не будет утешать Израиля. И вот почему это приходит к нам. Мы должны утешать Израиля. Итак, Римлянам, 11 глава, говорит о том, что верующие, они язычники вместе с евреями. И написано потом дальше, «Надо радоваться с радующимися и плачьте с плачущими». Более того, если мы читаем 2 Коринфянам, 1 глава, 3-4 стихи, написано, «Благословен Бог и Отец нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешить находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Мы хотим, чтобы отдавать людям божественный комфорт или утешение, а не свое телесное утешение. Мы, когда молимся Богу, говорим, «Боже, Ты утешь меня своим утешением». Итак, «Плач Еремия» было написано во время уничтожения Иерусалима. И что же говорит Еремия? «Горько плачет он ночью, то есть Иерусалим, и слезы его на ланитах его. Нет у него утешителя из всех любивших его, все друзья его изменили ему, сделались врагами ему». И потом дальше читаем в 9 стиху, что нет никакого, кто бы утешил его. А когда мы читаем дальше, 3 глава, 21 стих, «Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповая, по милости Господа мы не исчезли, бо милосердие его не истощилось». Оно обновляется каждое утро, велика верность Твоя. Когда нам нужно, чтобы кто-то утешил нас, мы должны понять, что Бог всякого утешения, и Он хочет утешить нас. Итак, начнем место Торы. Итак, мы видим Моисея в Тарозаконии 3, 23-25, умоляет Бога о милости, говоря, «И молился я Господу в то время, говоря, Владыка, Господи, Ты начал показывать рабу Твоему величие Твое и крепкую руку Твою, ибо какой Бог есть на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как Твои, и с могуществом таким, как Твое». Итак, он как бы хочет немножко подлизаться к Богу перед тем, как он спросит у него что-то. А что он спрашивает? «Дай мне перейти и увидеть эту добрую землю». Другими словами он говорит, «Боже, Ты меня снимаешь как лидера Израиля, но, может быть, я смогу не быть лидером, но просто войти в землю, идя за кем-то». На что же Бог отвечает? Та же глава, 26-й стих. «Но Господь гневался на меня за вас и не послушал меня, и сказал мне, Господь, полно Тебе, впредь не говори мне более об этом. Взайди на вершину Фазги, взгляни глазами Твоими к морю, к северу, к югу и к востоку, и посмотри глазами Твоими, потому что Ты не перейдешь за Иордан сей». Потом он говорит дальше Израилю. «Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю Вас исполнять». Не просто знать, а исполнять. Чтобы делать, нужно знать, но не просто нужно знать. Если ты делаешь их, то это подразумевает, что ты их знаешь. Но смотрите дальше. «Дабы вы были живы». Заповеди, чтобы вы жили. Он не дал нам заповеди, чтобы убить нас, а чтобы мы жили. «Пошли и наследовали ту землю, которую Господь, Бог Отцов наших, дает вам. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте того, соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которой я вам заповедую». В чем проблема? Люди сегодня хотят убирать, уничтожать или стирать Божье повеление. Это напоминает мне Бытие 2.24. И потому ставит человек отца... Ой, извиняюсь. Иоанн говорит по откровению, что если кто добавит к Слову Божьему, к нему прибавятся кары, которые написаны в этой книге, а если кто заберет какие-то правила, то его место заберется с места вечного Юрисалима. И многие верующие верят, что евреи спасенные делами. Они никогда этого не верили. Они верили, что самое лучшее, что они могут сделать в жизни, это следовать за отцом. Они хотят быть вместе с отцом в его работе. Они не работают для отца, чтобы стать дочерью или сыном, но потому, что они уже дочь или сын. И поэтому они делают работу, потому что они уже сыновья и дочеря. Не наоборот. Итак, мы все знаем Бытие 2.24. Почему? Потому ставит человек отца своего и мать своей, прилепится к жене своей. Что же это означает? Прилепится. Я думаю, это очень интересно. Посмотрите, в Таразаконе 4.4. «А вы прилепившиеся к Господу, Богу вашему». Итак, это слово тоже самое используется не к жене, а к Господу. Люди прилепились к Господу, Богу вашему. Живы все до ныне. Так это место, вся концепция прилепления к Богу. Это очень важный момент, потому что там мы имеем жизнь, имеем ее сполна. Как же мы прилепляемся к Господу? Как же мы прилепляемся к Господу? Делайте, что Он говорит. Вот как мы прилепляемся к Богу, это вообще не тяжело. Бог имеет ярмо, и Он делает всю работу, и Он спрашивает вас, или дает возможность вместе быть в работе. Кто из вас слышал, что да будет воля Твоя на земле, как и на небе? Как же она исполнится, если мы это будем делать? Это как будто мы говорим, Боже, Ты исполняй свою волю на земле, а мы ничего не будем делать. Бог говорит, Ты сделай это. Таразаконие 4.5.8. Одно из моих любимых мест. Моисей говорит, Вот я научаю вас постановлениями и законам, как повелел мне Господь, Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы обладеть ею. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный, ибо есть ли какой великий народ, к которому Боги его были бы столь близки, как близок нам Господь. Так, Израиль должен был быть светом нациям, исполняя Божьи заповеди. Нации пришли бы, и во время Соломона каждая нация приходила. Но вместо того, чтобы Соломон делал Божью волю, он сам себя возвысил, сделал больше проблем. Какая возможность была у него все-таки? Но все нации сказали, Вау, мы должны следовать этим заповедям, наверное. Это не означает, что каждая нация должна была строить храм, чтобы прославлять Богу или делать жертвоприношение, но они должны были изучать заповеди и говорят, смотрите, фермеры, как они оставляют часть жатвы для сирот и вдов. Может быть, нам нужно это делать? Но сегодня мы думаем, что вы глупые или дурные, извиняюсь, если вы исполняете заповеди. Итак, Трактор Закония 4.9 Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоих, и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих. Что интересно, что некоторые люди, это удивляет меня, верят, что холокост не произошел. Это сто лет прошло, даже, даже сто лет не прошло. И вот о чем говорит Господь, что нужно постоянно повторять, чтобы это учение проходило или постоянно. Знаете, что в Трактор Законии 4.28 это слово о сегодняшнем дне, слово о нас. И будете там служить Богам, сделанным рукам человеческим, из дерева и камня, которые не видят и не слышат. И написано, «Но когда ты взишешь там Господа Бога твоего, то найдешь Его, если будешь искать Его всем сердцем твоим, всей душой твоей, когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя в последствии времени, то обратишься к Господу Богу твоему и послушаешь глаза Его. Господь Бог твой, есть Бог милосердный. Он не оставит тебя и не погубит тебя, и не забудет завета с Отцом твоим, который Он, клятвою, утвердил им». Это очень сильное место Писания против теологии замещения. Многие люди верят, что Бог не милостив, что Он забудет их, что Он забудет тот завет, который Он с ними делал. А Бог говорит, «Нет, я не забуду завета». Второзаконие 5.29. «Послушайте сердце Божье. О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться Меня и соблюдать все заповеди Мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек». Или, может быть, тысячу лет. Нет, всегда. Чтобы хорошо... Это во все дни, чтобы им было хорошо вовек. Итак, Бог говорит, «Я хотел бы, чтобы у них было сердце, которое бы было послушное». Изменяется ли это в Новом Завете? Давайте прочитаем. Первое Иоанна. «Если кто любил Иешуа, это был Иоанн». Вторая глава. «А что мы познали? Его узнаем из того, что соблюдаем его заповеди». Кто говорит, «Я познал его, но заповеди его не соблюдают, тот же ценит в нем истины. А кто соблюдает слово его, в том истина любовь Божья совершилась. И сего узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». И потом мы читаем дальше. Первое Иоанна 3, 24. «И кто сохраняет заповеди его, тот пребывает в нем, и он в том. А что он пребывает в нас, узнаем по духу, который он дал нам». Итак, дух не является противоположным заповедям, а дух написал заповеди. Первое Иоанна 5, 22, 3. Что мы любим детей Божьих, из-за того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжкие. «Ничего себе! Он сказал, заповедал мне отдавать мои деньги сироте и вдове. Я ненавижу эту заповедь». Серьезно? Или любить Господа Бога твоего всем сердцем, душой, разумением, крепостью? Это ужасно? Это непонятно для меня. Итак, второзаконие 6, 4, 5. Мы приходим к самой великой заповеди, то есть шма. «Слушай, Израиль, Господь Бог, наш Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всеми силами твоими». И я хочу вам показать что-то. Вот свиток. Кто может прочитать, что здесь написано? Шма, Израэл, Адонай, Аллахейну, Адонай, Экад. Видите эту большую букву Айад, а потом большую букву Галет? Это в каждом свитке Торы. Когда мы переходим назад к маленьких иотах, а Бог об этом говорил, сколько английских Библий? Более 100. Очень, очень много. 900 – это больше, чем 100. Вот в чем заключается. Сколько еврейских переводов? Один. Вот как вы знаете оригинал. Но что интересно, говоря о изменении иот, вот Айин не делает звука. Это тихая буква. Как бы психология. Пы мы не проговариваем, и говорим по-английски, это психология, говорят. Но мы, конечно, по-русски, это буква не тихая. Если берет Айин и Далет, вместе сопоставляем. Это слово для свидетельства, чтобы человек свидетельствует, что что-то истинно. Если вы изменяете Айин, делаете Айин, все равно говорит то же самое слово, но вы изменили значение слова. Видите, Далет. Если вы измените чуть-чуть, какая же разница? Вы изменили Айин, Далет в Рейш. Но вот еще проблема. Вы поставили Айин, хотя там нет изменения в слове, потому что это глухая буква. И изменили, может быть, и другого. Может быть, Господь наш Бог, есть Бог, который другой Бог. Ничего себе. Ничего не изменилось, то, как вы говорите, шма, но вот почему нужно замечать изменения и не делать изменения. Итак, мы говорим об этом в Тарзаконе 6.6.9. Мы все это знаем и добудут слова си, которые я заповедую тебе сегодня, где должны быть в сердце твоем. И внушай их детям твоими, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою. Итак, это слово «внушай» говорится о том, что ты сам проживал и потом дал эту еду своему ребенку. Ты не должен, не можешь сказать, делай так, как я говорю, не так, как я делаю. Наоборот, ты должен это через себя пропустить и потом передать. Очень важно. Дабы сохранить. «И ложась, и вставай, и навяжи их в знак на руку твою, и добудут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Еврейское слово для косяков «мазуза». Итак, вот почему пригвождают «мазузу» к косяках дверей дома, если вы в еврейской местности, вы увидите, что «мазуза» будет на косяках дверей дома, и они должны также делать это на воротах своих. Теперь, какое место писания внутри «мазузы»? «Шма». Да, да, именно, и вот как это выглядит. И вы видите, что третья буква это большая «айон», и вот большая «далет» в первой линии. Каждая «мазуза» имеет заповедь, чтобы «мазуза» была поставлена на косяках или на «мазузу». И поэтому там также есть эта великая заповедь, чтобы любить Господа Бога твоего. И мы знаем, что «шма» или «божье слово» это то, что написано в «мазузе» и на косяках, а «мазуза» это то, что весится на косяках. Мы знаем, что Иерусалим является городом Божий, храм, дом Божий, и мы также знаем, что это ворота в небо, то есть лестница Якова. Иешуа говорит, что «я являюсь дверью». Иешуа является дверью. Мазуза должна быть на двери, на косяках дверей дома твоего. Итак, что мы видим? Иешуа при вратах Иерусалима, он является мазузой, он является дверью, и двери, или косяки также он, а это самая великая заповедь. Эта великая заповедь привождена к нему. Он косяки при вратах. Тарасаконий 6, 24, 25, «И заповедовал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни». Не потому, что Он хотел убить нас. В этом вся проблема. Большинство евреев говорили, «О, ты вывел нас, чтобы убить нас». Хотя те люди, в то время, как люди, которые любили Господа, говорили, «Нет, ты вывел нас, чтобы дать нам жизнь, дать нам землю». Все видели то же самое казни. Все видели прохождение через Черное море. Но точно так, как Иаков и Исаав, они выращены тем же родителем, родителями в той же самой местности, так же самое. Как же они могут быть такими другими? Но это происходит в церкви сегодня. Есть люди, которые думают, что Божий закон вообще убивает нас, а другие думают или видят, что закон вообще дает нам жизнь. И вот почему это очень важно понять. Второзаконие 7, 9. «Итак, знай, что Господь Бог твой есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим его и сохраняющим заповеди его до тысячи родов». А сколько лет род? 60, 40, 100. Все, что я знаю, если 100, это 100 тысяч лет, а вообще только 6 тысяч лет со времени Адама. И это означает, что Он будет продолжать показывать милость тем, которые любят Его и исполняют Его заповеди. Почему Он показывает милость тем, которые охранят заповеди? Но это слово означает не чтобы делать, а чтобы охранять. Итак, мы должны охранять. Кто из нас огрешили? Алло. Но если наша цель не грешить, Он покажет нам милость, но если наша цель чтобы продолжали в грехе, Он не покажет нам милость. Понятно ли это? Хорошо, теперь назад к Хафтары, Исаия 40 глава, и помните, это время утешения. Утешайте, утешайте, народ мой, говорите утешительно Иерусалиму, потому что ее война закончена, беззакония прощены. Это цитировал Иоанн, когда Иоанн Креститель, когда Иешуа пришел к нему креститься. Иоанн 1, 23, он сказал, «Я, глаз вопиющего пустыни, исправьте путь Господу, как сказал пророк Исайя». Ничего себе! Но вот Исайя также является вместо Хафтары в этой неделе. Что же еще мы читаем в Исайе? 40-й главе 3-м стихом. Иоанн Креститель, он бы цитировал всю главу, или он «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямым сделайте все пистези Богу нашему, всякий долг наполнится, и всякая гора и холм доподнизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими». Что это говорит? Все гордые будут уничижены, а все уничиженные будут возвеличены, а все непрямые или неровные моменты, которые люди сделали, Ишуа сделает прямыми. Что же еще Иоанн бы цитировал 5-м стихом? Я дам вам две версии. Исайя 40-й главы 5-го стиха, смотря если у вас есть по переводу Якова или что-то другое. Почитайте. «И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божьего, ибо уста Господни изрекли это. В Торе, в Танаке нету слова «оно», а там вообще слово «его». И явится слава Господне, и узрит всякая плоть «его». А еврейская публикация написана так, «И присутствие Божье явится, и вся плоть как одно будет видеть, потому что Господь сам проговорил». Вот почему в Иоанне Аяна 1-29 на другой день видит Иоанна идущего к нему Иисусу и говорит «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». И вот почему Иоанн 1-14 написанное слово «стало плотью, обитало с нами, полной благодати истины, и мы видели славу как единородного от Отца». Итак, как от Отца? Когда Он говорит полной истины и благодати, или благодати и истины, это исходит из бытия 34-6-7 «Когда Моисей был в скале и Бог провозгласил свое имя и Господь написано прошел и сказал, что провозгласил Господь, Господь Бога долготерпелив, многомилостив, дающий милость, прощающий беззаконие грехи». Итак, хочу показать вам место Иакова, или по-английски это Джеймс, там написано так, написано, что богатых Он унизил. Опять это приводится к Исае, потому что как цветок Он уходит, как только солнце восходит с палящим теплом, трава увядает, цветок увядает, Слово Божье пребывает вовек. А откуда же взял это Иаков Исаия 40 глава? Голос говоривший «возвещай» и сказал, что мне возвещать «всякая плоть трава и вся красота ее как цвет полевой засыхает трава и увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ трава трава засыхает, цвет увядает, а Слово Бога нашего пребудет вечно. Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силою голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи народам, городам иудинам, вот Бог ваш». Ничего себе. И вот что говорил Иоанн, вот Агнец Божий. Это все связывается. Когда мы читаем Иоанна 6 глава, мы знаем, что Ишуа говорил о себе как хлеба. Он говорит, это является хлеб, который не шел с небес, чтобы человек ел и не умирал. Он говорил, я есим хлеб живой, который пришел с небес. Если кто будет кушать сей хлеб, он будет жить вовек, и хлеб, который я даю, это мое тело, которое я даю за мир. Итак, тело Божье это хлеб. Кто из вас делал хлеб? Хлебину? Я думаю, все кушали хлеб, некоторые из нас делают хлеб, а мы знаем, что хлеб также слово Божье. Знаете, в чем проблема? Кто из вас слышали о ГМО? Итак, это слово Божье имело туда и генетически модифицировали это слово, и вот почему у нас 900 разных английских переводов. Вот в чем проблема. И мы не должны прибавлять или убавлять. Итак, в Тарзаконе мы читаем не берегись, чтобы не добавлять, не убирать от слова, а человек 2000 лет уже добавляет и забирает это место. И что интересно, люди говорят, что мы добавляем или убавляем в английском, это нормально, но нужно быть близко к оригиналу, мы должны оригинал модифицировать, есть только один еврейский текст. Если вы приходите в какой-либо другой текст, то надо будет использовать другие слова, чтобы понять, что в оригинале написано, нужно быть как можно точно, как можем быть. И поэтому наша цель, чтобы представить Брит Хадаша или Новый Завет как можно лучше на английском, как мы можем. И потом мы будем работать на Танаке. Давайте встанем. Наш Отец и наш Царь, мы благодарим Тебя за всех тех, которые хотят провозглашать Святую Тору нациям. Отец, благодарим Тебя за всех тех, которые влагают в Твое Царство через Твое служение, потому что мы хотим провозглашать Тору нациям, и чтобы все те, которые жили во свете, могли бежать к Нему и быть спасены. И мы благодарим Тебя за все, что Ты делаешь. Молим за всех тех, которые сеют в Твое служение здесь, через жертвоприношение. Время коротко. Мы хотим делать все, что мы можем, чтобы провозглашать Твое Царство, а не свое. Во имя Ишуа. Аминь. Вместе Господь наш Бодь благословен. Создатели и Царь Вселенной, Ты благословил нас Торой истины, Ты благословил нас всем советом Твоего живого слова через силу Духа Святого и законченную работу Мессия Ишуа. Ты один посадил среди нас жизнь вечную благословен Ты Господь наш Бог. Аминь. Вы можете на перерыв. Твое имя означает спасение. Господи, Отец, сейчас мы хотим молиться о всех тех, которые нуждаются в спасении, которое исходит только от Тебя. Отец, мы хотим благодарить Тебя сейчас за Твой Шаббат и также молиться за всех тех, которых мы любим, которые имеют заболевания, недух, травмы, увечья, физическое, психологическое, эмоциональное. Мы хотим молиться о себе и о своих любимых, чтобы Ты пришел с исцелением в Твоих крыльях. Мы также хотим молиться о всех тех, которые имеют финансовые нужды, чтобы Ты открыл врата неба. И, Господь, пожалуйста, если они нуждаются в машине, в доме, в еде, что бы это ни было, мы просим, чтобы воля Твоя была здесь на земле, используя, чтобы мы могли быть ответом на эти нужды, те, которые имеют финансовые нужды со здоровьем. Отец, мы также хотим молиться о нашей нации сейчас и о всех тех, все те, которые смотрят нас в прямом эфире, молитесь о Ваших нациях, о Ваших лидерах, политических лидеров, лидеров армии, лидеров религии. Господи, мы не хотим быть нацией козлов, но овец. И в это время, когда идет война, 50 ракет уже были запущены, в Израиль этим утром. Мы просим, чтобы Ты своих ангелов поставил вокруг своего народа, чтобы было великое пробуждение в Израиле, чтобы Ты охранял народ свой, чтобы лидеры Израиля возвратились к Тебе. Во имя Иешуа. Аминь. Аминь и аминь. Вы можете занимать ваши места. Хорошо. Опять мы будем говорить о царе Соломоне. Он был вообще-то самым лучшим царем, который какая-либо страна имела, но также он был самым худшим царем. И поэтому в следующей неделе мы будем начинать книгу Песни песней, но хотел бы положить основание сегодня, чтобы когда мы начали Песни песней, мы поняли, что Соломон не является тип Мессии, но анти Мессии. И если вы не следовали за нами следующих предыдущих несколько недель, то для вас это будет новость. Хотел бы начать о законе 8.11.12. Сколько время было от Моисея до царя Соломона? Приблизительно 400 лет. Итак, Соединенные Штаты существовало как нация приблизительно 200 лет, и поэтому нация Израиля уже была в существовании 400 лет дважды дольше, и поэтому у них было время изучать законы для царя. Второзаконие 8.11. Берегись, чтобы не забыл Господа Бога твоего, не соблюдай заповеди его и законы его и постановления его, которые сегодня заповедуют тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие домы, и будешь жить в них. Вот почему говорят благословение после ужина, но после, перед, конечно, хорошо, но после более важно, потому что, когда вы уже насытились, когда вы рады, вы забываете о Боге, вам уже Бог не нужен. Бога ищут люди, когда есть проблема. Если у них все хорошо, обычно Бога забывают. это человеческая натура. Но второзаконие 8, 13, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скода, и будет много серебра и золота. Но в 12 стихе мы читаем «Построишь хорошие домы и будешь жить». Итак, вот прекрасный домик, посмотрите, построили такие красивые дома. Я прочитаю 13 стих, но если вы посмотрите на экран, я буду читать в фотографиях, когда твои скота, мелкого и крупного скота, будут умножаться. Итак, нужно, чтобы кто-то помогал тебе. Вот кто помогает с скотом, крупного скота и мелкого скота пасет, но когда много серебра и золота также станет, и все у тебя будет много. И потом мы читаем, «То смотри, чтобы не надмело сердце твоего, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Не уникально ли это? Только когда все хорошо, мы забываем Бога Господа нашего. Но давайте прочитаем Ликолезиас 24.9. И перед тем, как я бы начал, как вы знаете, если кто-то думает только о себе, есть ли нарциссис, о ком же они говорят? Я, я, мое, все о мне. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели на фотографии, которые я буду показывать вас. Вот, говорит Соломон, «Я предпринял большие дела, построил себе домы, вот, прекрасный дом Соломона, посадил себе виноградники, посмотрите на эти виноградники, устроил себе сады и рощи, насадил в них всякие плодовитые деревья, сделал себе водоемы для орошения из них орошей, вот Соломон, произвращающие деревья, приобрел себе слуги, служанок, вот, пожалуйста, служанки и слуги и домочадцы были у меня, также крупного и белкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме, собрал себе серебра и золото и драгоценностей от царей и областей, завел у себя певцов и певец, и вот у него певцы свои, и усложжение сынов человеческих, разные музыкальные орудия, и сделался я великим, и богатым больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме, и мудрость моя прибыла со мною. Звучит ли это немножко слишком? Теперь, все, что у него было, умножалось. Все, что у него было, теперь это называется храм Соломона. Почему? Потому что это был храм Соломона. Но посмотрите, это очень интересно. Он написал это в конце своей жизни. Экклезиаз 2.11. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которыми трудился я, делал их. И вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. Итак, он говорит, все томление духа, все суета. Почему? Даже строение храма. Потому что его папа, отец, Давид, говорил ему, если вы увидите это, есть такая песня, Псалтирь для Соломона, или Псалом для Соломона. Если Господь не созиждит дом, напрасно трудится строящий его. Соломон думал, что он построил этот дом, а вот тут он не говорит ничего о Духе Божьем, который дал Давиду, отцу ему, планы для построения дома. А что же он говорит Экклезиаз 2.15.20? И сказал им, «Сердце мое, и меня постигнет та же участь, как и у глупого, к чему же я сделался очень мудрым. И сказал я в сердце моем, что и это суета, потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого. И в грядущие дни все будут забыты, и в грядущие дни все будет забыто, и, увы, мудрый умирает наравне и глупым. И возненавидел я жизнь». И так, отца своей жизни он ненавидит жить. Все, что он делал, это пустота, не являясь, не звучит ли это как человек, который хнычит. У него есть вся сила, все деньги, вся мудрость. Каждый человек был бы рад иметь хоть один из этих аспектов, а тут он ропщет. Почему он ненавидит? «Потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа. Возненавидел я весь труд, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человека, который будет после меня. Он ненавидел жизнь, потому что все, что у него было, перейдет кому-то другому. И кто знает, мудрый ли будет он, или глупый. Он будет распоражаться всем трудом моим, которым я трудился, и которым показывал себя мудрым под солнцем. И это суета. И обратился я, чтобы внушить сердцу моему отречься от всего труда, которым я трудился под солнцем». Это другой Соломон, чем Соломон, о котором многие люди представляют. Итак, давайте прочитаем дальше. Луки 12, глава 16, 20 стих. Иешуа говорит притчу ученикам. И заметьте, все знают, что это притча Соломоне. И сказал им притчу, одного богатого человека был хороший урожай в поле. Итак, это не был просто богатый человек, это был один богатый человек, это был все знали Соломон. И он рассуждал сам собой, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие. И соберу туда весь хлеб мой и все добро мое и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но бог сказал ему, безумный, все ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил. Итак, он смеется над Соломоном, потому что он ненавидел жизнь, потому что все остается другому, и шо, говорит, ты глупец, а кому это все будет принадлежать? Итак, этот богатый глупец говорил следующие слова, ешь, пей, веселись, покойся. Давайте прочитаем Экклезиаст 8.15, это пишет Соломон, и похвалил я веселье, потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться. Он цитировал Соломона. Все знали в то время, что Он цитировал Соломона. Посмотрите, как Луки 12 глава 27 стих продолжает эту мысль. Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Но говорил вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался, так, как всякое из них. Они знали, что Он говорил о Соломоне. Более того, Он возвращается. Давайте прочитаем 29 стих до 32-го. Итак, не ищите, что вам есть, или что пить. И не беспокойтесь, потому что все этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том, наипаче ищите Царство Божие, и это все приложится вам. Не бойтесь, не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство. Итак, вот почему я говорил раньше, когда мы молимся Отче наш, дай нам на сей день, что знаете, что это делает Бог, потому что, кто из вас знает, что Он питает китов и птиц, Он вообще питает всех животных, потому что Бог создал тебя Он теперь поставил себе в позицию, что Он должен давать тебе кушать. Другими словами, когда вы говорите, дай нам на сей день хлеб наш, мы говорим, Боже, Ты же создал меня, и мне нужно кушать, поэтому ты должен за меня заботиться, дай мне еду на сегодняшний день. Вот почему Он заботился о Илье, ворон переносил ему еду. Мы не должны беспокоиться о голоде. Мы не должны, потому что Бог создал нас, и Он будет беспокоиться за нас. Теперь возвращаюсь к Соломону, Ниеме, 13 глава, 25 стих, до 27. Итак, это где-то 400 лет после времени Соломона. И сделал за это выговор, и проклинал их, некоторых из мужей бил, рвал у них волоса, и заклинал их Богом, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей, их и не брали дочерей их за сыновей своих из-за себя. Не из-за них ли, говорил я, грешил Соломон, царь Израилев? У многих народов не было такого царя, как он. Он был любим Богом своим, и поставил его царем над всеми израильтянами. Однако же чужеземные жены вели в грех его. И можно ли нам слышать о вас, что вы делаете все сие великое зло. Грешите пред Богом вашим, принимая сожительство чужеземных жен. Хорошо. Вы видите, что даже в то время не думали, что Соломон велик. Но что еще хочу заметить, и это уникально, я видел это в прошлый день, в первое Третье Царство 31, мы видим, что Садок священник и пророк Нафан, он не протрубили в шафар, они помазали Соломона на царя, и потом он будет сидеть на троне Давида, и я поставил его быть правителем над Израилем и над Иудой. Я хочу, чтобы вы заметили, что это произошло, когда Адонаджа хотел сделать царем, а потом Версавия приходит к Давиду и говорит, подожди, ты же обещал, что мой сын Соломон станет царем. И это место показывает, что Соломон стал, как он стал царем, и он был помазан. построен. Но теперь, 11 лет спустя, храм построен. Если вы помните, он не начал строить храм аж до четвертого года строения, семь лет строил, и 11 лет прошло. И теперь посмотрите, что делает, говорит Соломон в молитве посвящении Господь исполнил Слово, и я сел на престоле, и я сижу на престоле Израиля, как обещал Господь, и я построил дом Господу Богу Израилю. Итак, мы видим трон Израиля, когда мы читаем Иеремия 32.2 Итак, вот трон Давидов. Итак, трон Давида также является трон Израиля, Парапельминон, первое Парапельминон, мы читаем, что сделали Соломона, царя Давида, второй раз, а что это означает второй раз с царем? Первый раз, помните, во время Адонии, когда Давид уже умирает и делает такой быстрый маневр, чтобы Соломон стал царем? 11 лет спустя захотели сделать опять его Соломона царем 11 лет спустя. И вот он царь 11 лет и он уже построил храм Божий. Вот что написано. Помазали его Господу, чтобы он был главный управитель и Соломон сел на троне Господа. Он теперь уже сидит не на троне Давида или Израиля, но на троне Господа как царь. Я подумал, что это уникальное. Но давайте прочитаем Третье Царь 4.31. Мы знаем, что он был мудрее Соломон всех людей, мудрее Иефана и других людей. Имя его было во славе у всех окрестных народов. Вообще-то все нации, даже царицей Вирсавия пришла, чтобы увидеть Соломона и увидеть его мудрость. Израиль на пике. Но что же происходит в Изекиле? 400 лет спустя Бог говорит 16 глава 13 стих до 19 Так украшалась ты золотом и серебром и одежда твоя была висон и щелк и узорчатые ткани пыталась ты хлебом из лучшей пшеничной муки медом и леем и была чрезвычайно красива и достигла царственного величия и пронеслась по народам слава твоя ради красоты твоей, потому что она была вполне совершена при том великолепном наряде, который я возложил на тебя, говорит Господь Бог. Но ты понадеялась на красоту твою и, пользуясь славой твоей, стала блудить и расточала блудительство твое на всякого мимоходшего отдаваясь ему. И взяла из одеж твоих и сделала себе разноцветные высоты и блудодействовала за них, на них как никогда не случится и не будет. и взяла нарядные твои вещи, посмотрите, что происходит, из моего золота, из моего серебра, который я дал тебе, и сделала себе мужские изображения, и блудодействовала с ними, и взяла узорчатое платье твое, и одела их ими, и ставила пред ними елей мой, и фемия мой, и хлеб мой, который я давал тебе, пшеничную муку, и лей мед, которыми я питал тебя, ты поставляла пред ними приятное благовоние, и это было говорит Господь Бог. Посмотрите, муж дает жене все эти прекрасные украшения, а она отдает их человеку, мужчине, который нравится ей, другому. Вот как Бог чувствует здесь, языки 16, 20, 21. Это очень уник, очень большое. Соломон был первый, который делал жертвоприношения человеческие, он это как бы внес в Израиль, и взяли сыновей твоих, и начерей твои, которые ты родила меня, и приносила жертву на снидение им, мало ли было тебе блудодействовать, но ты сыновей моих заколала, и отдавала им, проводя их через огонь. Ничего себе! Итак, Бог обличает Соломона здесь. Теперь, что еще важно понять, а что думала о нем Матерь? Но давайте прочитаем. У меня есть две версии. Первая версия притчи 31.1 написано высказывание Ламуила. Ламуил, это кличка дана Соломону. Ламуил означает Бог для них. Итак, царь Соломон, ты как Бог для них. Итак, изречение, которое научила его мать. Итак, большинство пятидесятики будут говорить во, посмотрите, его матерь учила его, он был пророчески одаренный, но неправильно. В еврите правильно написано это было слово, которым его матерь обличила его. Итак, вот почему нужен хороший перевод в английском языке. Но что мы читаем? Вторая, третья стихи третий первой главы. Что сын мой? Что сын чрева моего? Что сын обетов моих? Не отдавай женщинам сил твоих и непутей твоих губительницам царей. Итак, Соломон, ты будешь уничтожен, потому что ты так действуешь. А потом 4-5 стихи, не царям намуил, не царям пить вино, не князям секеру, чтобы напившись, они не забыли законы и не превратились сюда всех угнетаемых. Хорошо. Она очень не рада с ним, потому что он действует неправильно. Если вы помните, притча 31-ая глава это о женщине добродетельной. Теперь это вообще неправильная неправильный перевод. Давайте посмотрим. В английском переводе это слово переводится как мужественная женщина. Итак, мы читаем в бытие, что создал Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыханием жизни и стал человек душой живой. 2-ая глава, 7-ой стих. Слово хай, хейт и юд означает жизнь. Итак, если вы добавляете буквы ламет, которая говорит о авторитете, у вас получается слово хаил, а хаил означает это сила, с которой нужно быть. Мы все хотим жизни, но мы не хотим жизни, где у вас проблема с забыванием вещами, у вас деменция, а также вы полностью парализованы. Это как бы не та жизнь, которую мы хотим. Итак, вот есть слово хаил, это человек, который имеет хаил, это человек, который имеет авторитет, это доблесть, доблестный или сильный человек. Хаил, нужно сильно говорить хаил. Но знаете ли вы, что вообще Эдемский сад не являлся частью творения. Бог посадил сад после творения. Бог после творения сходит и садит своими же руками сад, и туда он ставит человека, насадил Господе рай, поместил там человека, которого создал, взял человека, Бог поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. Итак, Адам даже не создан в Эдемском саду, он внесоздан, потом Бог его поставил в сад, и он должен возделывать. Возделывать это, чтобы означает хранить или охранять или защищать. И заповедовал Господь Бог человеку, 16 стих той же главы, сказал Бог человеку, говоря, Евы еще здесь нету, когда дается эта заповедь, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Теперь, я хочу заметить следующее. Здесь написано, что нехорошо, чтобы люди были одни. Через бытие, первая глава написана хорошо, второй день хорошо, третий день хорошо, первое нехорошо, это когда мы одни. Это означает, что даже когда мы одни с Богом, это нехорошо, мы нуждаемся друг друге. Бог сказал, нехорошо, что просто я и ты отдам, это нехорошо, что у тебя нет другого человека. Это уникальное местописание. И он говорит, сделаю помощницу или помощника ему. Мы думаем, что Бог создал слугу или служанку для человека. Неправильно. в еврите это слово этсер и этсер означает человек, который охраняет человека. Человек, который будет окружать человека и охранять его. Итак, вот человек и все это этсерз, которые окружают его и охраняют его. Что же Бог говорит? Адам нуждается в кем-то, который смотрел бы за ним. Итак, посмотрите. Вот почему в Иеремии в каждой еврейской свадьбе женщина, девушка ходит вокруг своего мужа будущего семь раз, потому что она окружает его и она охраняет его от всех остальных. Когда мы делаем свадьбы здесь, то мы также делаем это. Невеста ходит вокруг хупы семь раз. Это символически говорит о том, что она будет его охранять. Итак, давайте прочитаем Еремия 31, 22. И долго ли тебе скитаться от павшей дочи, Богосподь сотворит на земле нечто новое, жена спасет мужа. Или в другой перевод жена охраняет мужа. а в другой держали оружие. И каждый строитель во время работы был припоясан мечом, а трубач находился рядом со мной. Итак, они должны смотреть и работать. хорошо. Хотел бы показать вам маленькую картинку здесь. создал всех этих животных земли и привел к Адаму, чтобы Адам их назвал, чтобы какой-либо из этих животных охранял человека. Может быть, вы хотели чтобы Тирекс или может быть орел летал и показывал и смотрел вперед, если вдруг приближается враг. Но написано, Господь Бог создал земли всех зверей полевых и всех птиц небесных, затем он привел их человеку, чтобы увидеть, как кто-то их назовет, и как назвал человек каждое живое творение, так и стало имя ему, так человек дал имена всему скоту, всем птицам небесным, всем полевым зверям, но для Адама не нашлось подходящего помощника. Ничего себе! Итак, у нас есть орлы, львы и тигры, и никто не может охранять Адама? Правильно! Потому что враг другой, что может делать динозавр против змеи в Едемском саду? Или вообще натура сатана, это духовная брань, это не физическая война. И поэтому заметьте, я хотел бы показать несколько слов вот мужи сильные. Посмотрите, это Иисус Навина, первая глава, 14 стих. Жены ваши, дети ваши, скот ваш, пусть останутся в земле, который дал вам Моисей, за Иорданом, а вы все могущие сражаться, вооружившись, идите пред братьями вашими и помогайте им. А что же это слово к сильным им? Гаил. Скажите Гаил. И что же это слово к помощи? Ацер. Итак, то же самое слово, что должна была делать Ева. Итак, Каил означает сила, с которой нужно сопротивляться, которая имеет все возможности, силу, деньги, ресурсы, чтобы исполнить задачу, которая поставлена перед нею. Каила, а хелп эцер. Итак, давайте посмотрим, как Каил переводится в других местах писания. Псалтири 108, 13 стих. Через Бога мы будем делать сильно, потому что Он попирает наших врагов. А если мы делаем сильно, а что же это слово к сильным? Сильнее, сильнее. Итак, Псалтирь 59, 11, как переводится, не умешивляй их, чтобы не забыл народ мой, расточи их силою. А сила это Каил. Исайя 65. Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет, и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе достояние. А достояние в еврите это Каил. Второй парабинон, 17, 12, 13. И возвышался Иосифат все более и более и поставил в Иуде крепости и города для запасов. Много было у него запасов города иудейских. А в Иерусалиме людей военных храбрых, или людей Каил. Итак, это слово означает сила, достойные, храбрые, вооружившиеся. А потом мы приходим в 31 Псалом, и там написано в 10 стих, кто найдет, извините, притчи, кто найдет храбрую женщину. Итак, это слово неблагочестивую, кто может найти сильную женщину. Итак, вот зачем должен был смотреть Соломон. Если вы хотите найти помощницу, вы хотите человека, который силен. И потом написано, ее цена больше женщины, и сердце от мужа ее уверено в ней, и она не останется без прибытка, потому что она все завоевывает. Что важно об этом, есть два, две причины, почему мужи не хотели бы имели жен, которые сильны, уверены, достойны, храбрые, потому что они не видят, что жена является их помощницей, или если вы видите жену как помощницу, вы хотите самого лучшего, сильного помощника, а иногда они не думают, думают, что они не нуждаются в помощи, они не понимают, насколько сильна битва перед ними, и какая натура битвы. Хотел бы показать что-то о слове «ицер» в еврите. В еврите каждая буква также является словом, а «ин» переводится как «глаз», «заин» переводится как «оружие», а «рэйс» как «голова». Но Моисей не использовал модерн еврит, а Ецер еще как «глаз», потом также является, мы видим, оружие и голова. Итак, Каил, женщина, это та, которая смотрит, которая видит человека, который идет с оружием против них. И когда человек работает, она должна высматривать. И как вы помните, женщины мужи в Израиле, женщины в Израиле говорили, что нападают армии, но их не слушали. Итак, в то же самое время, есть мужчины и женщины не думают, что их мужи или жены являются помощниками. Мужи и женщины. почему я это учу? У меня было пять сестер. Мы должны понять, что мы должны, мы вместе, мы помогаем друг другу. Если вы одинокие или вы женатые, смотрите за союзника, с которым вы сможете быть с вами, который союзник для вас. Аминь. Давайте встанем. помолимся. Наш отец и наш царь, мы благодарим тебя за это время, в которое мы можем прийти и посмотреть на настоящий перевод твоего слова, что ты хочешь проговорить к нам, что мы не понимаем всегда. Не только ты хочешь благословить нас, но имя свое хочешь вложить на нас, и мы хотим носить это имя. перед людьми. И точно так, как ты заповедал Аарону говорить, да благослови тебя, Господь, и сохрани тебя, да призит на тебя Господь светлым лицем своем, помилует тебя, да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе мир в это прекрасное имя. Айя Ашер. Айя. Аминь. Увижу вас в следующей неделе, и мы будем говорить о песне песней. Шаббат шалом. Благословений.